Сегодня мы будем играть в Майнкрафт в реальной жизни, а именно в режим выживания на одном блоке. В этом видео участникам предстоит выживать на одном кубике земли, расширять территорию, построить дом, открыть портал в Эндер Мир и, самое интересное, победить Дакона. За успехи участники будут получать алмазы, которые можно обменять на различные бонусы в виде блоков и ТНТ, а за ошибки они будут увеличивать риск оказаться жертвой взрыва Крипера. Вернемся к нашим участникам. Ну что же, пацаны, здравствуйте, уважаемые участники. Как вы уже поняли, вас ожидает Майнкрафт в реальной жизни. Но не все так просто, как хотелось бы, потому что есть правила, которым вы должны следовать. Все выживание, которое будет происходить сегодня, будет происходить на одном блоке. Как в режиме Майнкрафта? Как в режиме Майнкрафта, все верно. Вам ни в коем случае нельзя слезать с этих блоков. Короче, ваша главная задача. Вам нужно для начала простроить основание, на котором вы сможете ходить. Основание строится исключительно из блоков земли, которые вы будете получать по ходу прохождения всех наших задач. Второе, что вам нужно сделать, это построить дом. И третье, финальная точка, построить портал Вендер Мир. А дальше вас ждет финал. Вот именно вам я хочу пожелать удачи. Потому что рядом с вами находится профессионал. Человек, который живет в Майнкрафте уже 10 лет. Он знает абсолютно все про эту игру, поэтому у вас ноль шансов на победу. Это у меня вопрос не задаю, я по ходу дела разберусь. Сейчас, это секунду. Если я вдруг увижу, что хоть кто-то упадет с блока, все, игра заканчивается для того, кто упадет. Ну что ж, дорогие участники, наше первое задание. И первое задание связано с вашими познаниями о игре Майнкрафт. Я сейчас буду задавать вам вопросы, поочередно к каждому буду подходить и спрашивать. Если вы отвечаете правильно, то вы получаете блоки и алмазы. Фу, алмазы, это вообще... Но если вы отвечаете плохо, то тот участник, который ответит на меньшее количество вопросов, крипер сделает шаг. И когда крипер максимально близко приблизится вот к этой отметке, он взорвается и минусует у вас в блоке. А там пельята, которые лежат деньги. Нет. Итак, когда был официальный релиз игры Майнкрафт? Первый вариант ответа. 2009. 11 сентября 2011 года, 15 апреля 2013 года, 18 ноября 2011 года. А 2009 где? Первый, там где 11 сентября. То есть, опять же, наш эксперт с сегодняшнего дня, человек, который провел почти всю жизнь в Майнкрафте, заявляет то, что игра официально релизнулась 11 сентября 2011 года. Целение неверно, идем дальше. На каком устройстве можно играть в Майнкрафт? Вариант А. На всех. Вариант Б. Платформа Ви. Что ты несешь-то вообще? Не можешь... И вариант Г. Компьютер. На всех. Правильно. Поздравляем, все, отлично. Вы уже получаете блоки алмаза. Легкий вопрос. Домой, иди домой. Чем или кем можно прогнать крипера в Майнкрафт? Вариант А. Паук. Вариант Б. Оцелот. Вариант В. Темнота. И вариант Г. Корова. Не знаю. Ну, у нас, у нас есть эксперт, можем воспользоваться подсказкой. Я сам оцелот. Я прям наугад сказал, честно. Ну, темнотой тупо звучит. Я не знаю, что вам сказать. Потому что это правильный ответ. Да! Я не понимаю, как так, но пока что вы обгоняете нашего эксперта. Я такой вопрос задал, Машвар. Я вообще лох Майнкрафта. Каким образом можно спастись от нападения Эндермена? Надеть. Вариант А. Шлем. Вариант Б. Тыква. Вариант В. Железная броня. И вариант Г. Золотая броня. Тыква. Ну что ж. Я вас поздравляю, это правильный ответ. Счет 1-1-1. Назовите три биома локации в игре Майнкрафт. Ебать. А, нет, это легко. Зима, лето. Что такое лето? Это не биома. Зима. Все, не, не, не. Нумер ад. Пустыня. Ну чуть-чуть еще, давай, давай. Пустыня, зима. Джунгли. Я же сказал, джунгли, джунгли. Ладно, мы это засчитаем. Три биома была названа. Хоть и с трудом, но это было сделано. Ну что ж, Андрюшенька. Какое количество материалов уходит на создание полного комплекта брони? Как так тебе? Там, значит... Блин, это... Ну я давай наугад скажу, друг угадаю. 56. 39. Нет. 27. Вот сейчас ты был максимально близок, потому что ты сначала что хотел сказать? 28. 24. Но так или иначе нужно 24 блока для того, чтобы собрать полноценное количество брони. Поэтому, к сожалению... А кто знал? Мы так или иначе не засчитываем в этот балл. Поэтому, реально знал? Мы знали, я не удивлен. Окей, идем дальше. Ваш следующий и, кстати, последний вопрос. Как крафтится компас? Господи. Посередине редстоун. Сверху, снизу, слева. Можно просто перечислить. А, редстоун или железо? А сколько железо? 4. Это правильно? Я не удивлен, пацаны, реально. Вы проиграете сегодня точно. Вам нужно как-то устранять вашего конкурента. Ну что ж, в каком году вышла первая консольная версия Майнкрафта? Вариант А. 2012 год. Вариант Б. 2011 год. Вариант В. 2013 год. И вариант Г. 2014 год. Ну вообще, я думаю, между 12 и 14, но скорее всего... Ну давай пусть будет 12 год. Все-таки 12? Да. Уверен? Да. На 100%. Ну да. Не передумаешь? Нет. Не хочешь? Нет. А если я забочу? Нет, 12 год. Ладно, это правильный ответ. Поздравляем. Поздравляем. Я знаю. Ну что ж, последний вопрос. Каким инструментом можно сломать бедрок? А, если включены режим бога, то... Нет, мы не берем в учет творческий режим. Вот именно вот... Ам... Ника. 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 Алмаз. Кир. Как? Все, пока не договорил, не считается. Законным никакого способа. То есть ты хочешь сказать, что этот блок вообще невозможно сломать? Да. Ладно, это правильный вариант. Да, но эти блоки... Я блефовал сейчас. Ну что ж, я вас поздравляю. А подожди, получается, каждый ответил из вас на два правильных вопроса. Правильно я понял? Да, получается, крипер никому не приближается? Никому не приближается, Олег, да. Окей, вы так или иначе получите сейчас каждый по... Это тоже? Вы получаете прямо сейчас 10 блоков земли и 10 алмазов. Алмазы можно обменять на другие блоки. То есть, соответственно, сразу же вы их можете впустить в расход. Один алмаз – это один блок. Также алмазы можно поменять на TNT. TNT вы можете бросить в другого участника, тем самым взорвать его один блок. Ну так не будет делать никто, потому что мы друг друга уважаем. Ну что, Эдуард, это ваша награда. 10 алмазов. Это ваши алмазы. Держите. 10 алмазов. Это ваши алмазы. Держите. Сколько? Ну что ж, прямо сейчас мы вынесем каждому участнику по 10 блоков. И они уже начнут простраивать основания для того, чтобы перемещаться спокойно по ним. А уже после этого будут браться за... И за портал. Ну что, кто тут у нас, а? Правила нарушает, я не понял. Я криперы специально нанял, думали что. Так просто отделывайтесь, не дай бог, я увижу, что кто-то из вас нарушает правила. Сразу подойду и взорвусь, вам все понятно. А я могу обменять алмазы на пару блоков? У нас есть деревянные блоки, у нас есть блоки земли, у нас есть ТНТ. ТНТ, пожалуйста. И мне два. А сколько у нас ТНТ? Один только. А кто первый в итоге? Олег, ты просто смотри на бабки. Меня вообще-то, кстати, пока еще никто не заплатил, поэтому ничего не знаю. Пожалуйста. Парни. Так нельзя! Опять же, при наличии ТНТ, тот участник, кому-то закидываешь, соответственно, его получает минус один блок. Окей. Вот такие вот. Пока спрячь. Нет, хотя давайте минус два сделаем, минус два как будто. Да, да. Давайте минус два от этого блока, окей. Ну что ж, так как вы выполнили задание, и все справились с ним, и все прошли, соответственно, первый этап, то прямо сейчас мы прокрутим еще лототро. И то, что выпадет вам, то и достанется по итогу. Ну что ж, Эдуард, мы крутим для вас. Эдуард, вот что вы получаете. А как, а что там? А, пусто. К сожалению, это была пустая коробочка. Ну что ж, кто желает прокрутить лототрон вторым? Я! У нас есть участник, который, возможно, получит сейчас бонус, а возможно и нет. Хоть бы там биотуалет был. Хочу очень сильно в туалет. Ой, ой, ой. Что? Ты получаешь один блок на выбор? Да. Опять же, у нас есть блоки досок, блоки дерева. Из блока дерева можно получить две блоки доски. Блок дерева. Это как блок дерева. Все, вот и договорились, окей. Это ваша награда. Это то, что вы просили. Ярик, я хочу тебе подарить блок, если докину на кью. Лови. О, спасибо. А я не крыса, держи. О, спасибо. Я ему помог, чтобы он в меня динамит потом не кинул. Я наперед думаю. Итак, Ярик, так как вы были последним участником, то вам достается именно эта капсула. Давайте узнаем, что находится внутри. В целом, это примерно такой же бонус, как и у Андрея, только ты получаешь не один блок, а целых два. Давай два дерева. Два дерева, да? Это ваша посылочка, держите. О, благодарю. Олег, дай блоки. Ой-ой-ой. Три дерева, пожалуйста, и сразу на доски обменять, то есть шесть получается. Пока вы там стоите. Ну, в целом, ничего страшного, нормально. Четыре земли, четыре дерева. Той, господи, да откуда у них столько денег? Я вообще понять не могу. У нас спидран выживание, я не буду строить дом. Ты хочешь, чтобы крипер взорвался? Блин, ну слушайте, я хочу сказать, что вы очень уверены. Я на всякий случай хочу напомнить, что вам нужно будет еще построить портал. И для его активации вам нужно купить 12 жемчугов. Вот так вот, и вот сюда так поставим, и вот тебе окошко, смотри. Пфу! Можно сразу 20 досок как бы обменять? Моя экономическая система просто, это, ну, это крах, все, понимаете, это все. Все играли в Майнкрафт. Все знают, что такое рыбалка. Вам были сейчас выданы сачки. Что происходит? Ваша главная задача, достать 3 яйца, которые плавают в воде. Но доставать максимум можно лишь только по одному. В каждой капсуле находится что-то. Можете начинать, да? Опа. Сюда. Это уже вытащил. Пошла. Оп, выловил. Нет. Я не... Пацаны, сачок сломался, походу. А что, мы наскоро сделаем? Просто я достал 3. Я уже открываю. Ну вообще, вы помните, что я говорил, что участник, который выполняет задание хуже всех, крипер делает шаг. И, соответственно, так как у нас уже есть, да, участника, который выполнили задание. Да ебаный сырник! Ловись, рыбка большая. Ооо, сразу Олежа сказал. Ой-ой-ой, хорошо. И еще одно яйцо тебе надо, да? Конечно, лучше всех выполнил задание. Ой-ой-ой, уже, смотри, наловчился-то как, а? Ну конечно. Ну что ж, уважаемые участники, поздравляю вас с вашим уловом. Давайте теперь посмотрим, что же находится внутри ваших капсул. Ну что ж, Эдуард, рассказывайте, что вы получили. Одна пустая была, а вторая и третья одинаковые. 10 алмазов и 10 блоков. Да куда ж так жирно? 10 блоков, 10 алмазов. Вся экономика пофиг... Куда вообще так летите? Пустая? Две, а еще третья нужна, что-то? Дольше всех еще три пустые. Это еще не все. Так как ты последний выполнил это задание, наш дорогой крипер делает шаг вперед. И напоминает, что как только он добирается сюда... Я проигрываю. Ну ладно, все бывает. Админ, можно я своему другу дам одну штучку? Ты не забывай, мы враги. Меня не... О, нет! Серьези! Нет! Что делать? Получается, крипер сделал шаг вперед, а у тебя минус 2 блока. И там еще в бумажке одна у меня минус сколько-то блоков? Минус 3 блока. И еще у меня в другой бумажке плюс 5 блоков и 5 алмазов. Можно за алмазку пить ТНТ одну? А, тогда ТНТ оставляем вам. Так, и конечно же, крипер делает... Отлично. Еще два хода и все. Да я уже не знаю, куда тратить на самом деле. Уже Олежку бедного не хочу напрягать, чтобы он мне блоки таскал, понимаешь? Смотри, в длину ты закончил, а тебе осталось только вот в эту сторону 6 блоков. То есть 1, 2, 3, еще 1, 2, 3. Это сейчас что такое было? Ты кинул ТНТ? А он не докинул, не попал. К сожалению, она не долетела. Вы просто так потратили сейчас свой снаряд. Пу**та, дебил. Дай, дай, дай. Один алмаз на динамит. На! Там еще и на землю упало, там минус 3 блока. НЕТ! Наше следующее задание. Сейчас каждый из вас по очереди простраивает от своей базы параллельную дорожку. И, соответственно, дальше каждому из вас будут даваться ровно 5 дротиков, чтобы сделать 5 попаданий по коробкам, которые находятся на стеллаже. Всего 20 коробок, и они будут постепенно разминироваться. Соответственно, перейдя к следующему участнику, коробок уже будет меньше. И в каждой коробке находятся как и бонусы, как и что-то плохое, интересное. Вот ваши дротики. Соответственно, всего есть 20 коробок. Где что находится, сам, честно говоря, подсказать даже не могу. Ну, я знаю точно, там есть как и хорошие бонусы, как и что-то плохое. Ай-яй-яй. Первая мимо. Ай-яй-яй. Что же ты делаешь? О, одна коробочка есть. Я на шифте. О, реально работает. И последняя попытка. Ой-ой-ой. Ну что ж, у нас осталось 17 коробок. Так, нет смысла, он в одну не попал. А-а-а. В смысле не попал? Там не попал, там доску. Получается, у нас 18 коробок. Ну ладно. Держи, это первая коробочка. Ничеряна. А что там? Минус 3 блока. А подожди, это лишь только первое. Ты получаешь 3 блока и 4 алмаза. То есть плюс 2 блока и еще 4 алмаза. Нет, плюс 1 блок. Я вот реально думаю, может стоимость блоков поднять, а? Конечно надо, 2 раза. Да, конечно надо. Может 3? Конечно. В 2. Минус 2. Ярик, извините, но, к сожалению, вы были атакованы. И вы теряете 2 блока. А, Олег, можно динамит купить? Опять? Ну, чтобы просто он не купил. В целом это тактика. У нас только один динамит. Поэтому, если он куплен, его купить больше нельзя. У меня тут небольшая проблема. Я не могу дотянуться. И сколько я смогу в этой постоять? Планки. Мне ханает? Ладно, я смогу. Надо просто рывок сделать. Нет, я придумал. Надо сделать просто маленький рывок. У-у-у-у-у. До мотивации. Ого. Мотивация надо поднять. Заработал маслом. Митьем. Значит так. 5 дротиков. 18 коробок. Попытка не путает. Это он такой звук. Ай. Я не понял, ты в криперы там целишься или в кого? Опа. Попал, попал. Есть, есть, есть. Там, по верхнюю давайте. Домой. Какая? Как ужасно. Почему я упал? Меня крипер испугал. Это было на камере. Сразу сюда. Я просто... Чтобы было такое же положение, как у Ярика. Ты получил один блок и один алмаз. У тебя плюс 5 блоков. Ооо. Итого получаешь 6 блоков и один алмаз, да? Ну что, готов? Ну так-то да. 5 попыток. Не бывает. Опа. Бывает. Одна есть. Мимо. Мимо. Ты специально туда же? Давай, Сэр, и мы можем сделать как? Так как ты попал 2 раза в одну и ту же коробку, мы умножаем то, что находится в ней. То есть, если это минус, да, то я убираю. Найс. Ну слушай, на самом деле, не так уж и плохо. Ты получил один блок и один алмаз, мы умножаем на 2, получается 2 блока и 2 алмаза. Ну что ж, дорогие участники. Я надеюсь, мы готовы приступить к следующему заданию. Ведь прямо сейчас вам предстоит искать алмазы. Но делать вы это будете в игре. Мы сейчас вынесем вам ноутбуки. У вас есть ровно 10 минут, но вы находитесь в творческом режиме. Соответственно, вы можете летать, можете выдавать все любые предметы. Но главная задача за эти 10 минут найти наибольшее количество алмазов. Ну что ж, опять же, я хочу сказать вам. Вы можете пользоваться чем угодно, любыми методами, абсолютно любыми. Но ваша главная задача добыть именно наибольшее количество алмазов за 10 минут. Алмазы доставать из коррективы нельзя. На счет 3 я включаю таймер ровно 10 минут. 3, 2, 1. Время пошло. Ай, как лагает. Ребята, вы это видите? У меня реально лагает. Как глубина, когда я уже могу в ней пропасть? Опа, 3 штуки есть. Я в пирамиде нашел. У меня вообще ничего не видно. У меня тоже, бро. О, можно же выдать команду, чтобы в темноте видеть, да? А что это за команда? А там сложно. А ты зелье можешь с этого взять? С креатива. Так, четвертый. Эй, а что не сломалось? А ты один нашел хотя бы? Нет. Я один нашел хотя бы. Опа, 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 опа. Мы честные, пацаны. Я только что нашел 300 калмазов. Они тут на дереве почему-то лежат. У кого сколько алмазов? У меня ничего нет, я все потерял. У меня 192. Что за фейерверки? Ну что ж, осталось всего лишь 3 секунды, 2, 1. Время. Я думаю, это было сложно для кого-то из вас, для кого-то легко. А теперь просто скажите мне, сколько алмазов вы добыли. Сколько? 25. 25 алмазов? Это как? Нашел. Сколько алмазов? Один. Его нет даже в инвентаре. Вот здесь какое-то странное место нашел. Вот, наверное, с тех, кто на сервере играет, тут явно гриферы были. И тут лава. Скорее всего, здесь сундук сгорел. И вот здесь 182 алмаза вешает. 192. А в инвентаре сколько у тебя? Я их не стал брать. Ну тогда 0. И я напоминаю... Можно у меня контент и ноутбук разобьехать? Не, ну чего туда? Каждый раз в каждом здании, когда участник выделяется и хуже всех справляетесь с заданием, крипер делает шаг. Поэтому вы на грани вылета, я хочу вам сказать, потому что криперу осталось сделать еще один шаг, и он взрывается. О, один алмаз. Найс. Как будто бы проще отдать просто сразу все. За 10 минут 25 алмаз. Это вообще жестко. 2, 4, 6. Мне кажется, это будет сейчас самое большое заказное. За весь день. 10. А за опт скидка есть? Нет. Да ты что ж. 12, 14, 16, 18. Короче, на 20 это 10 блоков земли получается. Просто жесть. Так, слушайте, пацаны, у вас вот... Он сейчас застроит уже все основания. Ему останется лишь только портал построить и активировать его. Ай. Взорвал. Минус 2 блока получается. Что? Так я его взорвал, а не дом. Олег, ты любишь пари? Ну, допустим. Смотри, у меня есть кроссовок. Если я им попаду... Мне в кольцо? В кольцо Ярику, то нам каждому с ним по 5 алмазов. Давай попробуй, по 2 алмаза. Давай. Заметь, я не двигался. Ну что ж, парни, вы уже выполняли сегодня. Огромное количество заданий, поэтому сейчас минутка халявы. Каждый из вас крутит водотрон и сам достает что-то одно. И то, что ему достается, то вы и получаете. Можешь остановить в любую секунду. Как ты думаешь, что внутри? Это что-то хорошее или что-то плохое? Я надеюсь, что плохое, потому что уже неинтересно. У нас столько блоков. Получаешь 2 блока. А, все получают по 2 блока. О, заносик! Вот это приятно. Мне землю. Каждый получает по 2 блока. Идем дальше. Надежда, тебе на что-то хорошее или на что-то плохое? Конечно, не хотел бы, чтобы крипер вылетел сейчас в меню. Минус 3 блока. Можешь остановить в любую секунду. Как ты думаешь, хорошее или плохое? Куда? Надо перетягивать. Там просто мне попалась жвачка. О, вот это приятно. Ну что ж, наше следующее задание. Прямо сейчас, как вы могли обратить свое внимание, мы расставили 3 коробки с песком. И там еще торчат какие-то палочки. Каждому из вас будет выдано по 3 таких колечка. И, соответственно, у вас есть ровно 3 попытки, чтобы попасть. Вам нужно просто сделать так, чтобы кольцо зафиксировалось вот так. Соответственно, тот, кто попадает больше раз, тот и побеждает, и забирает сразу 5 блоков и 5 алмазов. Ну что ж, готов? Ну да. Уверен в себе? Ну типа того, да. Хочешь попасть? Нет. Да, да, я хочу попасть. Сорян. Что они летают просто? Это невозможно! Ой, ну не зацепилось. Опа! Не, парни, я не знаю, но... Ну один есть, хотя бы. Я говорю, есть еще все же вариант забанить его. Нужно только заплатить. Ну что ж, Андрюша, ваши 3 броска. Дай мне, во-первых, два синих. Держи. Он попал синим, если кто не видел. Ну давай. Ну что ж, у нас это еще не конец, у нас продолжение битвы, потому что я рассказываю просто, условно, то, в какой ситуации вы находитесь. Твой крипер находится здесь. Если он приближается здесь, вся твоя база взрывается. У тебя в целом еще, ну пока, ну нормально. На тоненьком, ну нормально. Поэтому, Андрей, тебе сейчас нужно прямо реально попасть. Ну что ж, дамы и господа, финал! Не, сегодняшнего дня, конечно, это просто финал испытания. Ааа, это сейчас было очень близко. Одно попадание есть. Это было близко. Ну ладно, я тебя просто пропустил в игру, бро, я же тебе даю просто. Жить, к сожалению, крипер делает шаг вперед. Эдуард, как обычно, выигрывает, это всем уже не удивляет. Он получает 5 блоков, 5 алмазов, и Андрей тоже получает 5 блоков, 5 алмазов. Ну что ж, каждый из вас уже успел отстроить нормальную такую базу. Ну, только один участник, ладно. У остальных как-то проблематично немного, но сейчас будет очень интересная игра, где как и может зарешать рандом, и где может просто ваша интуиция. И за этот раунд каждый из вас может вытащить нормальное такое количество блоков. Сейчас мы с вами поиграем в правда или лошадь. Ну что ж, первый вопрос. Изначально крипер не был мобом, он появился в результате ошибки при создании свиньи. Правда это или лошадь? Правда. Ты думаешь, это правда? Да. То есть ты хочешь сказать, что как только игра вышла, там даже криперов не было? Нет, криперы были, но как бы крипер это... Ну точнее, он не был мобом. Он был свиньей изначально, то есть это ошибка при создании ее. Это правда? Ты получаешь 2 блока, 2 алмаза, поздравляю. Шансом в 0,01% в главном меню вместо большой надписи Майнкрафт появится название с ошибкой Минкерафт. Правда это или ложь? Ну Майкрософт же не тупый. Ну нет, давай нет. К сожалению, это правда. Андрей, парни, я в пещере, что-то срочное. Язык странников края, эндерменов, немецкий задом наперед. Правда это или ложь? Немецкий, это ложь полная. Даже я бы сказал бредятина. Это правильно. Если ударить молнией в крипера, то он станет заряженным. Силы и радио взрывы будут увеличены. Правда это или ложь? Правда. Он знает все об игре, как бы, ну это правда, да? Два блока, два алмаза. Кактус в доме можно использовать вместо мусорного ведра. Когда выпавший предмет касается его, он пропадает. Правда это или ложь? Правда. Неправда. Вы уверены в своем окончательном ответе? Да, неправда. Передумай, пожалуйста. Вы меня путайте. Ну пожалуйста, передумай. Вы меня путайте? Нет. Это правда. И это правильный ответ? Поздравляю, вы выиграли игру, вы заработали деньги. Каждый раз, когда мы приходим сюда, здесь на базе происходит... Не надо. Я вас не звал, идите на хуй. Если вы переименуете большого или среднего слизня, то убив его, более мелкие слизни также сохранят имя, данное предку. Это ложь. К сожалению, это правда. Если умереть в битве с Гастом или быть в его поле зрения во время смерти, то он все равно будет в вас стрелять, пока вы не возродитесь. Эээ, ложь. К сожалению, это правда? Не знал, не знал. Ура, наконец-то мы его поймали, ура! Итак, Ярослав. Если курица, свинья, корова, овца будут убиты, будучи подженными, то мясо, выпавшее с них, будет сразу прожариваться. Правда это или ложь? Да. Да? Любые пауки неуязвимы к зелью отравления. Правда это или ложь? Значит, уязвимы в квадрате поделить на два. Что ж так сложно-то? Неуязвимы, любые пауки неуязвимы к зелью отравления. Это значит, что если я кину в них зелью отравления, то они будут неуязвимы. Это неправда. К сожалению, это правда. Вы снова не ответили на вопрос. К сожалению. Если во время игры в тебя попадет молния, то на ближайшие 5 минут ты получишь усиление характеристик, но получаешь урон в 5 сердец. Не-не-не, неправда. Ложь это или правда? Ложь, ложь. Ну молния попадала в Майнкрафт? Ну попадала, но она убивала. И не было такого эффекта? Не-не-не. Странно. Хотя чего странного? Действительно, этого не может произойти. Ответил правильно, молодец. Какой бы вопрос вам задать? Хорошо. Как называется Майнкрафт? Как называется Майнкрафт? Майнкрафт. Это правильно. Идем дальше. Как называется Майнкрафт? Это правда очень славный вопрос. Это странно. Копатель? Копатель? Нормально? Дота? Да, все верно. Как вы уже поняли, вам достают самые сложные вопросы. Ведьму можно убить в лаве или утопить в воде. Правда это или ложь? Ну да, можно. Опа. Ну в лаве 100%. А хотя... А вы уже ответили. К сожалению, неправда. Не там и не там. Ведь ведьма умереть не может. Мы это сделали! Ура! Правда ли, что собрав 9 алмазов, можно сделать алмазный блок? Правда? И вы абсолютно правильно. Ай, молодец. Давай вот, вопрос от эксперта. Давай. Ну сейчас придумаю, подожди. Единственный способ, как можно убить Вардена. Кого? Вардена. Вот это, кстати, проверка, как давно он-то заходил в Майнкрафт. Надо не шуметь. Во-первых, надо, получается... Факел. А? Факел. Факел только. Правильно? Не, ну это во-вторых, с факелом. А в-третьих... Во-вторых факел, а в-третьих динамита е**нуть. 250 тысяч тонн тротилов. Ну я не проверял, но возможно. Какой правильный ответ? Заспавнить железного голема, и они начнут драться, и голем его убьет. Да, точно. Ладно, мы засчитаем правильный ответ, потому что ответил на много вопросов. Вы получаете огромное количество блоков. Равноправно тем ответам, которые были правильны с вашей стороны. И мы сейчас их вам вынесем. Ну что ж, по итогу предыдущего задания мы видим такой вот результат, что у Эда, у него уже почти все построено. Ему осталось совсем немного для того, чтобы достроить портал, активировать его. Его ждет финал. Поэтому, пацаны, вам бы по-хорошему как-то ускорится. Почему никто ТНТ, кстати, перестал покупать? Потому что блоки нужны. А сколько стоит? Один алмаз. Можно я куплю сейчас? Да. Вообще по-хорошему, я думаю, что кто-то из вас делает хотя бы так, что он потратит алмазов 10 на 10 ТНТ и просто взорвет базу другого человека. Можно два раза? Да, вот, все, пожалуйста. Вот, в руке один ТНТ, но будет использоваться как два. Коснулся. Ну, не, самое главное, то что, портал-то, ему нужно активировать портал, надо было в портал целиться, а не в здании. Всего минус два. Можно я к тебе, Косте? Да. Ну что ж, мне не хотелось, правда, мне правда не хотелось этого делать сегодня. Не-не-не-не-не-не-не. Ну, видимо, придется. Видимо, придется. Правила есть правила. Если я умираю, становлюсь зомби, и тогда все... Олег, ломай эту пиньету. Мы с тобой, я все для тебя делал. К сожалению. Стой! Стой! Не бей его! Не бей его! Я приду за тобой. Ну что ж, если вы готовы продолжить, мы можем продолжать. Так как у нас осталось всего лишь два участника. Не-не-не, я остаюсь в игре. Я хочу заново построить дом и выиграть. Хорошо. Следующее задание связано со звуками из игры Minecraft. Я буду подходить к вам, включая звуки, и вы должны назвать, кто это, что это, какие звуки. Ну, просто их описать. Первый звук. Поехали. Портал лад. Вер, мы можем просто все засчитать правильно ответы ему сразу, мне кажется. Потому что по-другому не будет. Не, знаешь, я... Стой, я хотел тебе включить другой вот этот. Воду вот такой звук. Ну а какой это звук? Просто чего это звук? Воды. Да? Все, Вер? Давай тебе вот такой звук. Это такой звук, когда копают топором. Нет. Могу дать подсказку? Железо. Если два лошади. Нет. Это звук, когда ты бьешь железного голема. Это же Эдуард. Идем дальше. Ну, тут, понятное дело, вы отгадаете. Ведьма. Ну, я даже не успел ничего сказать, но это правильно, да? Не надо, змея. Нет. Это кот. Это звук телепортации в ад? Нет. Это звук телепортации в край? Нет. Когда в печке жарится мясо. Это был звук дракона. Ну что ж, наши звуки закончились. В общем, прямо сейчас вы получите блоки за правильно угаданные звуки. И мы продолжим дальше. Вы можете посмотреть налево и увидеть огромную стену из лаки-блоков. Соответственно, внутри этих 25 коробок находится как и что-то хорошее, как и что-то плохое. И вам нужно открыть 20 коробок. Я буду также поочередно подходить к каждому, и вы будете называть мне номер коробки, которую хотели бы открыть. И эта коробка достанется именно вам. Называй ей номер коробки, которую я хотел бы получить себе. А давай самую верхнюю, которая там стоит. Самую верхнюю. Будь это блоки, будь это улучшения, будь это ухудшения, все это вы забираете себе. А может быть, что ничего не лежит? Да. А кто назвал это лаки-блок? Крипер делает один шаг. Шаг. Я не хотел этого делать, честно. Я не хотел этого делать. Правило есть правило. Все. Ааа. Я уже не могу, от этого унижения я сдаюсь. Дайте я схожу свой ход, можно? Я думаю, что кто-то из вас делает хотя бы так, что он потратит алмазов 10 на 10 ТНТ и просто взорвет базу другого человека. Первый, минус 2. Второй, минус 2. Третий, минус 2. Ступ рискует. Четвертый, минус 2. Пятый, минус 2. Шестой, минус 2. Ну не надо, ну не делай этого, пожалуйста. Минус 2, я. Восьмой, минус 2. Девятый. Что ты наделал? Ты вернулся. Ей никто не нужен! У нас все идет не по плану, у нас просто все сошли с ума. Давайте просто посмотрим, что по итогу у Эда, потому что... Как я понимаю, ну здесь уже просто майнкрафтовская свалка какая-то, реально. У тебя минус 3, минус 2 блока, ты получаешь 3 алмаза, ты... У тебя, блин, 2 алмаза, 1 алмаз. Ну я скажу так, что все алмазы забрал Эд. Ну так, просто к слову. Ну все тогда на все портал. На все портал и эндер глаза. И эндер глаза. Все, базар, базар. Это финал, и вам, и вы втроем сражаетесь с драконом. Ну че, пацаны, как вы прекрасно понимаете, что финал без стрел и без лука, но это какой финал вообще, да? Все вы знаете, какой финал в игре Майнкрафт. Все вы знаете, что нужно делать. Появится дракон, и ваша задача убить его. Чтобы убить дракона, нужно пять раз попасть в него. Поэтому, как только вы вставите последнее эндер ока и активируете портал, сразу же появляется дракон, и вам нужно просто с ним разобраться. Так что, желаю вам удачи. Ну что, вы готовы к дракону? Я вам напоминаю, нужно попасть пять раз по дракону, чтобы убить его. Ну что-то вы косы какие-то, ребят. Что-то тяжело получается. Чуть выше брать надо. Сейчас мы попадем, подожди, Олежа. Надо по нитке попасть и перерезать ее. О, первое попадание, осталось три. Третье попадание. Вам осталось попасть два раза. Было, было, было. Да! Ну что ж, вы победили дракона. Я вас могу поздравить. Вы дошли до самого конца, вы большие молодцы. Не убивай. Ты нам каждому по столу алмазов и по подвеске присылаешь. Согласен? И просишь подписчиков подписаться на твой канал, на наши каналы, ссылки в описании. Хорошо. И поставить журный лайк. Хорошо. Ладно, друзья, вот такой вот ролик у нас сегодня получился. Я надеюсь, вам он понравился. Мы максимально хотели реализовать режим из Майнкрафта. Я надеюсь, у нас получилось это сделать. Обязательно поставили лайк и подписались на все ссылочки в описании. Огромное спасибо за все. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok